всем привет мои хорошие с вами даже это канал сам солнышко play сегодня мы продолжаем с вами играть в игру this bad remake прошлой серии мы с тобой обнаружили тело мистера круза и сегодня мы попытаемся раскрыть это убийство вот он да вот он лежит мы с тобой его осмотрели я предлагаю нам нужно что сделать так нам нужно чуть нам надо включить электричество и пойдем спрячемся в комнату просто не будем бояться гектор чего она про него написал подожди что же произошло я был на пятом этаже и услышал несколько звонков двери лифта поэтому пошел проверить я нашла тело гектор между двумя дверями лифта лежащий в лыжи крови я проверила его пульс и ничего не почувствовала при нем были два и леска бумаги письмо от бернарда и копия пользы страхования жизни гектор а моя голова кружится от вопросов что все это значит как это произошло кто мог сделать это с гектором если бы это действительно был кто-то что другие ничего не понятно а мы с тобой не ходили кстати туда не разу закрой а при этом они раз ты кто-нибудь есть пожалуйста и мне нужна помощь а мир мы тут не были что подождем вылез что ли оттуда полз как будто руки кров руки прям как будто полз во льду лежал о май гаш камера тут это снимал что ли что ты записала куда главное подожди это записывает все они по это вот так это вентиляция это сертификат барнард камера ну камера камера но это указывает на этого пола камера с очень длинным объективом не та камера которая была бы у обычного человека ну так это у этого у пола он же тут что-то лежит бедный пол смерти линси очень сильно ударил поняла он был не в лучшем типу где полу просто нужно сказать время пока марселла отсутствовал вот почему он наблюдал поэтому с тобой прочитаем сейчас укрепился прямо здесь находился ли он видел ли он куда-нибудь человека которого скользил ночью он еще что-то а вот марселла вести полу а рамок и проведем поэтому пусть марселла заключается в том чтобы следить за ней повсюду как с частный сыщик и помогать и в исследовании для ее роман чё пол действительно ужился в роль он преследовал за марселла монреаль хотя она закончила свои исследования это надо прочитать так пола вот это за блокнот пола монреаль намного больше чем я ожидал большие города всегда заслужу заставляют меня чувствовать себя одиноким и это чувство только усугублялась сегодня утром тем фактом что все вокруг говорили языке которую я не понимал я купил на вокзале англо-французский словарь но не думал что в конце концов он мне понадобится англоговорящие люди похоже чаще встречаются центре города слава богу отель хороший когда я приехал весь персонал был занят подготовка к какому-то большому событию и только когда я увидел как марселла вошла вести бульсе точным букетом это я понял что сегодня день 100 валентина гектор и она ушли мгновение ока я почувствовал себя более одиноким чем когда-либо мне бы хотелось чтобы линси было здесь марселла отсутствовал последние недели это сильно отвлекал меня но мне до сих пор очень больно каждый раз когда я думаю о нем я надеялся что больше прошла сегодня вечером мне вероятно понадобится двойная доза милтона чтобы уснуть сегодня я хотел последовать за марселла гектором из отеля на тротуары были настолько забиты людьми что у них началась паническая атака я попробовал взять такси и тогда понял что у меня кончились деньги прошло много времени с момента последняя плата марселла и номер в отеле оказался дороже чем я ожидал продать фотоаппарат у меня не было возможности поэтому я решил вместо этого заложить свою победу медаль тяжело было опуститься опустить это после стольких событий и все же это как так также казалось странным освобождением возможно это знак что мне не следует так сильно держаться за прошлое все но теперь все стоит на свои места что он там все закладывал свое там имущество и т.д. что бороться со скукой до возвращения марселла гектор я начал присматривать как присматриваться к персоналу отеля я слышал как кэндрю и бет за стойкой регистрации обсудали книги и фильмы они оба кажутся хорошими людьми мне бы хотелось найти в себе смелость присоединиться к их разговору когда ты целый день смотришь на людей они ни разу не оглядываются назад и начинаешь чувствовать себя невидимым я заметил что софи горничай отвечающую за уборку это я пятого этажа похоже разделяет мой интерес к жизни других людей может мне стоит попробовать с ней поговорить а чё ты не поговорил то мы с тобой поговорили кто каждую ночь скользает из своей комнаты этот вопрос сводил меня с ума с момента моей первой ночи в отеле поэтому сегодня вечером я решил разобраться я нашел укрытие возле ледогенератора откуда открывается прекрасно видно весь коридор моя камера на готове но движение нет уже как минимум три часа я за всех сил пытаюсь не заснуть милдон сегодня не нужен я думал что быть детективом будет интересно может быть марселла права возможно пришло время отказаться от мистера спейда интерес тинг я проснулся около 9 30 утра и понял что уснул где-то ранним утром я собирался вернуть свою комнату когда гость из номера 507 подошел и сел на один из стульев рядом с тех пор она там и я не смею оставить перед ней свою тайну сур марселла присоединилась гостью из номера 507 около 9 45 видимо она сказала гектор что больше его не любит и теперь он убежден что она ему изменила что объясняет почему он вчера напал на меня ни с того ни с сего вечером и обвинил меня в романе с его женой гости из 507 я узнал что ее зовут н только что сказала что у нее может быть идея как решить их проблему я подумала раскрыться но не хочу злить марселла чем дольше я буду ждать тем неприятнее будет когда я выйду возможно я должен что-то там обалдеть ой тот чем марселла ему писала дорога уважаемый пол мне жаль слышать что вы находится такой тяжелой ситуации однако вам не стоит беспокоиться о поиске работы вы похоже обладаете множеством полезных навыков идеально подходящих для работ не требующих визит тяжелого физического труда кстати говоря я пишу роман уже почти восемь лет мой издатель получит большую часть доходов от продаж но мне все же удалось собрать значительную сумму денег за эти годы теперь я хотела бы использовать эти деньги чтобы нанять вас я устала от любовных романов вместо этого подумал написать криминальную фантастику качестве своего рода исследования бы хотела чтобы вы следовали за мной по городу и записывали мои приходы и уходы я понимаю что очень необычная работа но учитывая как вам удалось меня выследить я верю что из вас получится отличный частный детектив блин вот это как вообще такой в голову пройти не понимаю где там право и детектив помимо вашей зарплаты возьму на себя расходы связаны с работой конечно же вы будете первым то прочитать рук и упись когда она будет закончена надеюсь шпион за мной не окажется слишком утомительная вы меня действительно вдохновили у меня уже есть массы идей тренчи которые ты купил были очень приятным дополнением ты выглядишь прямо из нуара не знаю что такой тренчи я также заметил что ты начал курить вероятно для вас это еще один способ войти в характер но может быть этот заходит слишком далеко ты конечно уже знаешь но не начинать пить при таких темпах я смогу начать писать через две-три недели в очередной раз благодарю за помощь пол почему ты последовал за мной в монреаль как я уже вам говорил ваших услуг я больше нуждаюсь я начинаю беспокоиться что вы слишком серьезно относитесь к своей роли ты не настоящий детектив вы должны это отпустить ой блин ну она сама додумалась ну с кем она связалась человек десять лет пролежал в психиатрической клинике портсигар и она бы как бы нужно было иметь ввиду что что-то может пойти не так правильно нет так хорошо куда мне о бусы а нет это серьги я не буду их выкидывать ну как бы все пусть уже остается на своих местах это уже улики это уже улики я не имею права ничего здесь трогать мне нужно знаешь куда пойти мне нужно включить свет я так понимаю это вот в той куда щиток это щиток где комната дворника то туда здесь на никто не нападет боже да вот он не смогу открыть да у меня же есть чем открывалась большая мне даже что-то пойти пойнтер а вот остро-остро что-то нужно и чё ты думаешь думай софи думай чем можно открыть блок предохранителя да давай посмотрим мне кажется есть куча инструментов всяких нет я не думаю что те что ты что могла бы помочь мне почему вот этой штучкой нет шану закроем а где тогда возможно ледорубу можно скрыть блок предохранителей а ледоруб а я поняла тебя ледоруб обратно блин мне не хочется ходить там где где было место притупления а я еще видишь из-за того что вырубили электричество я не могу позвонить никому хотя я могла бы ну по лестнице спуститься вниз сообщить про то что здесь как будто упало это вот это да штука окей окей ну это выглядит так что я могу это использовать для вскрытия буксу блин мне кажется я тут натоптала просто пипец просто все следы убийцы уже не далеко да короче тут детективы замучаются вообще ну хотя я сама детективе еще сама все раскрою им ничего не надо будет делать вот и все че выпендриваться давай окей теперь я могу ел вы думаете ешь я не люблю вообще это все сколько там ампер надо как это здесь оказалось что это вообще почему она в крови без остального года бесполезно так надо смыть а чё это за код подожди какая-то но мне надо взять просто ну теперь нужно заглянуть внутрь исправить то что нужно исправить так это понятно могу посвятить уже на помощь но она стала некоторой инструкции внутри блок предохранители это следующая лучшая вещь прошу давай вот это посмотрим чтобы я дал что-то сейчас был со мной то есть описка придется обойтись блин ну давай читать я не уверена что я все правильно прочитаю если произойдет отключение электроэнергии а я занят предотвращением брушей другой части отеля вот что нужно сделать проверьте схему блока предохранителей чтобы определить требуемую силу тока для каждой розетки так ладно мне надо ну вот я поняла а подожди начнем нужно записку сигаретный кейс так код лист неуместный список кодов безопасности пятого этажа приклеенный к внутренней стороне блок кто-то пролил что-то у него скрыв большую часть цифр я находила это уже где-то я использовала дорога зеленого комнаты чтобы открыть дверцу блока предохранителя но должна была догадаться что моя работа на этом закончена почему просто не могло быть переключатель с надписью села который бы я мог щелкнуть некоторые предохранительные панели перегорели поэтому первым делом я должна заменить их слава богу я же настал подробную строй в центре блок предохранительный в каком-то смысле это полезными задачи над которой может сосредоточен чтобы быть что-то мысли гектар а чё-то там еще был ну ладно разъю чинь тихо саган и правовыми миссис какие же делать это еще раз предохранитель верно не нужны новые предохранители подожди а где я их возьму а где взять новый предохранитель а где они могут быть то эти предохранители ваши блин я где-то видела во первых вот эти коды во вторых блин не знаю мне кажется из-за того что я здесь все лапу и все трогаю все буду думать на меню я больше чем уверена я понимаю так что нам не надо что нам не надо здесь ничего трогать особо ну хорошо смотри нам по идее нужно найти нужно найти предохранители но скорее всего они должны быть ну там же в комнате в той же потому что но это тупо и где-то в другом месте хранить я просто плохо посмотрела поэтому так во первых давай чашечку положим это подожди ты же могла бы кармашки-то освободить чем мы с тобой ходим предохранители давай смотреть так может быть тут нет а вот же вот что я нужно стоп подожди так здесь два мне еще один надо а вот он так окей давай смотреть ой я правильно делаю подожди ну пусть будет как его это надо крутить а вот а я правильно вообще делаю подожди а я не знаю я просто на бомбу к кручу я не я не очень понимаю неправильно да просто попробуем не знаю пойдет нормально чисто везунчик прикол ну хорошо так и что мне нужно мне нужно вернуться в лобби звонить полиция сша как ты собралась через труп ехать мне кажется у нас ничего не получится если честно а лифт не шумит как вот я поеду на лифте я что-нибудь забыла как только покину этаж я наверно не смогу вернуться ой блин это надо подумать чё выкинуть чё не выкинуть чтобы меня не осудили метам я самая первая буду сейчас под следствием так из последнего чё-то она говорила про комнату 509 надо сейчас чё-то мне кажется ну нам сейчас не надо уходить рано я никогда не была благодарна электричеству свет из окна уборного уборчика было достаточно чтобы увидеть что я делаю с блоком предохранителя мне пришло голову что если бы это было день чуть позже я бы и шла наверху я спущусь вестибюль нет мы вестибюль пока с тобой не пойдем так я воспользовалась ледорубом это понятно черт блок предохранительный заперт это это понятно это тоже понятно гектор блин чё-то не учета я не готова пока уходить потому что чё-то на про 509 говорила ну что мне говорит надо позвонить в полицию да нет тебе пока 509 у нас кто жил я чё-то не помню вот в этой 509 а а 509 как раз таки вот эти крузы жили чё тут еще можно дожди закрой закрой по моему мы с тобой здесь все вскрыли нет закрыть я просто все повыкидывал мне нормально так это мы с тобой вскрывали это мы с тобой вскрывали круз окей мы его попробуем еще раз смотри кодопы есть дожди ты не туда вот это тот старая короче инфа. Сейчас пролистнем, чтобы она просто перестала у нас мигать. Всё. Итак, что мы нашли с тобой? Стоп, сейф, код, лист. А, это коды всех комнат. Это коды от ящиков. 23, 4. Мы можем открыть ящики в каждой комнате. Где-то была у нас записка. Где-то в подвале, по-моему. Подожди, это всё, что я нашла в подвале? Серьёзно? Я помню просто, что у меня была какая-то бумажка. Была какая-то бумажка, где мы находили вот этот там какой-то список был. Точно помню. Блин. Интересно. В общем, да, ребятушки, я подсмотрела. Там действительно можно открыть этот сейф. Я посмотрела код. Его надо было найти реально где-то в подвале в какой-то бумажке, но почему-то она у меня не сохранилась. Я не поняла, почему. Поэтому код у нас следующий. Ну, как у нас и было. 23. Куда? 42. Два. 16. Так. Опа! Слушай, опять пистолет. А что это они? Подожди, что тут написано? Ты разрушил мне жизнь, чертов идиот! Я потеряла... Я потеряла дом, семью, все! И теперь ты отказываешься платить деньги, которые ты мне должен? В течение многих лет я давала тебе свои кровно заработанные деньги, все это было ничего. Так, я надеюсь, ты и все американские... Что-то будете... Все американцы будете гореть в аду? Опа! Женщины и трое детей погибли при пожаре в доме. Дом Уильямов расположен на 32-й улице, полностью разрушен. Вчера вечером в результате пожара в жилом доме погибли 4 члена семьи. По данным полиции и пожарных, пламя, входящее из двухэтажного дома, заметил соседа. Пожарным потребовался около часа, чтобы потушить возгорание. В доме были обнаружены тела женщины и трех детей. Полиция опознала жертв, как Мередит Уильямс, ее дети Томас, 12 лет, Дэвид 9 лет и Сара 6 лет. Сэмюэлю Уильямсу мужу удалось сбежать из дома невредимым. Что? Тело женщин и трех детей. Трех детей. Не поняла. 504. 504. А-а-а! What the fuck? А кто был в 504? Это самая первая комната, которую я убирала. Я не могу удержаться в последний раз вернуться в номер 509. Назовите это интуиции или как-то так. Мне удалось открыть сейф и найти пистолет, а вырезку из газеты и агрессионную записку обвиняющую Гектора и страховую компанию, в которой он работал, разрушив всю свою жизнь от правителя. Он подписан СВ. Вот тогда меня оценила гость номер 504. Мужчина, оставшийся один с тремя опаленными мишками. Означает ли это то, что я думаю? Является ли СВ здесь Кларингтон? Если да, то несет ли он ответственность за убийство Гектора? Судьба? Ого! Вот это поворот! Чё? Так, я думаю, нам это нужно закрыть. Закрыть, говорю. А, у меня пистолет нет. Нет, 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 не закрывай, открой. Я пистолета не посмотрела. Нету инициалов или еще что? Ты прикинь, вот это поворот! Вот это поворот! Это вообще все меняет! Это вообще все меняет! Оружие Гектора. Револьвер, я думаю. Я в шоке. Озер. Самойль Уильямс. Про него написали. Самойль Уильямс это клиент Гектора Круза. Он потерял свою жену и трех детей в результате пожара в жилом доме, но компания Круза отказалась уплачивать ему страховое возмещение. Считаю Гектором ответственным за текущую ситуацию Уильямс спасал ему угрозу смерти. Похоже, Гектор отнесся к угрозам достаточно серьезно, учитывая, что поездку на гадощи свадьбом взял с собой пистолет. Итак, если моя догадка верна, Уильямс, похоже, остановился в отеле Кларингтон номер 504. Те три опаленных блюшевых мишки, которых я видела в его кабинете, убираясь этим утром, сначала они показались мне немного странными, но теперь они совершенно трагичны. Выполнили уильямс свою угрозу смерти, не тетли он ответственно за смерть Гектора. О май гаааад, это же вообще жесть. Я предлагаю сходить в номер 504. Это, блин, это вообще, это жесть. Это совершенно иной поворот в этом деле. Гектор, полежи, пожалуйста, немножко. Я работаю над тем, чтобы я во всем разобраться у меня есть код к его сейфу а я не могу его трогать все теперь не значение но что я здесь должна найти я же в прошлый раз и все обыскивала и я ничего не нашла интересненького она все в полицию хочет она все хочет звонить полицию это все его детей но мы это конечно же а я позвонить могу эндрю наверно буду звонить эндрю что-то там делает в общем ладно закроем пока так стоп а где же пол ну нет ничего не работает ноги так ладно так это закрывай и слушай ну раз у нас на такой псих больно может быть все таки мы вот это то вы кинем а я не могу выкинуть больше прикинь подожди как он не дает и как ну вот сейчас полотенечки повешу зато ну ладно хорошо так мы это закрываем сейчас еще раз проверим и здесь вроде все закрыло здесь тоже закрыла вот это тоже закрываем ну что я думаю нам пора возвращаться тогда наверное простите мистер да а не трогай его извините мне кажется его не надо трогать а походу слышу походу лестниц нет я здесь не видела чтобы были лестницы так что возможно лестниц нет чуть-чуть быть бабулька телефон мне нужен телефон да нет пойдем 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 возьму телефон на ресепцию должен быть здесь куда все пропали то вообще никого нет одна я как будто в отеле осталась одна я единственная монтреал полиция здесь мужчина мертв в убили мне нужна полиция пожалуйста оставайтесь в спокойствии мэм где вы сейчас в лобби тело наверху можете дать мне адрес пожалуйста да одиннадцать драман стрит хорошо офицеры сейчас пути спасибо мне кажется сначала надо было с бернардом посоветоваться теперь мне нужно ждать полицию ждать полицию да так звонок а самый ужасный телефон звонок я восстановила электричество на пятом этаже но в остальной части отеля все еще темно по крайней мере мне удалось дойти до вестибюля мне пришлось переместить гектор чтобы попасть лист я просто хочу забыть эту часть то что случилось это заставило меня задуматься о маме сколько раз я приходилось переносить кого-то после того как он скачался от смертельной раны она когда-нибудь к этому привыкла о мама мне бы хотелось чтобы здесь ты была здесь прямо здесь мне нужно посмотреть полицию сообщить о гекторе полиция уже в пути думаю это максим что могу сделать сейчас это не полностью развязала узлы в моем животе и напряжение плечах но это только начало и могла бы также написать немного искусством скоростное время пока не приезжают я не знаю что будет дальше если моя догадка верна и гектор действительно был убит а полагая главным приоритетом полиции будет определение того кто сделал мне наверно придется на некоторые вопросы ответить не так ли блин тебя походу и послать почему веку читать спор возможно он повелся на его ролевые игры хоть знаете частным сыщиком что бернард очень хочет чтобы пол убрался из отеля хорошо я понимаю как и может быть сипал каком свете но очевидно что бернард больше волнует репутация отель чем благополучие гостей так сто процентов сто процентов так чё тут еще можно посмотреть но это опять эти арестанты ничего не так это что итак эна марселла планирует бежать вместе были ли что-то с гектором план был был ли этот план это та брошюра который карел эндрю то что пришла попозже для а ну видимо да пустышно побережит примерно столько далеко от материально сколько вы можете отбираться на персекайке чё она имела ввиду еще что-то есть так но это наша книга мы и в принципе уже смотрели пачка сигарет так ну кажется что в этом месте все были мне кажется меня засадит мне кажется я не смогу оправдаться я там столько натоптала мне кажется меня и сделают виновной вот ты где я пытался узнать подача электричества но может это ключ здесь только у юджина софи не беспокойся я найду путь способ включить свет и выглядишься грустный все в порядке я нашла мистер кружен гектор он вернулся как он все это переносится своей женой ты не понимаешь я нашла его тело он мертв эндрю господи тебе нужно посидеть а что если ты эндрю все сделал не читал 100 с их роман журналов не так-то не смешно вдруг это правда он меня вседательный тянули плохие шоу полиции позвонила полицию я да они уже что случилось оси секс он был болен или что-то еще не думаю так кто-то сделать с ним ты имеешь ввиду господи ты думаешь это мог быть пол ну что насчет анна и марселла полиция будет спрашивать тебя много вопросов а жми ты же хочешь осторожен с тем что ты можешь сказать через психический воля пола есть большой раз что он заподозрить его даже если он этого не делал некоторые люди кажется полагает что прибывая психиатрическая больница значит что это единственный убийственный психопат да ты знаешь я говорил что учился ощущение когда не подчинялся приказом потому что я я чувствовал себя таким потерянным не мог наслаждаться тем что мне нравилось раньше я не мог прийти в себя что ж я в итоге попал в психиатрическую больницу врачи они помогли мне встать на ноги этот поворот но когда я вернулся в родной город если он стал совершенно чужим человеком что я только куча с уголом люди меня когда видели меня я был этим опасным существом вот почему я тебе не сказал этого что это сам место куда-то поговорил с ним так ты не сказал да все хорошо у мам психический расстройства ли Ну, расскажи, что ты знаешь, я говорю, что моя мама преклонна в постели, больна. Что ж, это правда, но я всегда упускаю эту часть, что ее болезни не были физически. Так что, хотя я не знаю точно, что ты пришел спросить, я могу понять. Спасибо, что сказала мне. Я знаю, что это не так уж легко говорить, но если ты когда-нибудь захочешь говорить о маме, я здесь. Да, скорбь, ты будешь на меня навещать, видимо, в тюречке. Они здесь. Promise me you be careful. Общаясь, что ты будешь... Мы точно, мы точно посадят нас с целью, потому что я вообще не умею правильно разговаривать с полицией, поэтому, блин, ребята, извините. Ладно, посмотрим. Ну, какая концовка получится, такая получится. Что ж, ничего не поделаешь. Ничего не поделаешь. Мисс Рой? Мисс Рой? Мисс Рой? Мисс Рой? А, вот. Мисс Рой. Ой, извините, я задумалась. Мне действительно нужно, чтобы вы сосредоточились прямо сейчас. Я не хочу оставлять здесь всю ночь, и уверен, что вы тоже не хотите. Нет, я не хочу. Что ж, как я уже говорил, мы пытаемся выяснить обстоятельства смерти мистера Круза. Можешь рассказать, как вы нашли его тело? Я убиралась в 59-й, когда снова слышал звонок лифта. Снова и снова. Я думала, может, это в дверях крат ребенок, поэтому я ушла в коридор, и тогда я увидела и его, и кровь. Почему звенил звонок лифта, извините? Вы сказали, что слышал звонок лифта, почему звонил? Я предполагаю, что это был все-таки не ребенок. Да я не знаю. Тело мистер Круза мешало дверям закрыться. Устительно. Когда мы нашли тело, оно находилось не так близко к дверям. Короче, она говорит, что... Блядь. У меня не было выбора, чтобы подвигать тело. А, что ж, это объясняет некоторые вещи, которые мы... Спасибо, что прояснили это. Что ж, а... Что вы делали после? Это было... Когда отключился электричный, не пришлось потерь в кабинет. Ну, чтобы отключить этот бокс. Я изменила пару партах хранительных слов, почему питание? Но на этом ящике и замок, да? У тебя был... Ключ? Блин, я не знаю, чего они рассказывают, а чего нет. Ну смотри, если я скажу, что я использовала вот этот айспик, то будет понятно, что я там натоптала. Правильно? Ну, я должна быть откровенна, мне кажется, в этом вместе. Нет, я... Только и южный милый, но я нашла летороп, чтобы помощь, поэтому я пошла к нему генератору, чтобы... У вас седьмой размере, я думаю. Да. А что? Что вы видели, когда вы увидели... Ну, подошли к машине? Я видел крови. Ты трогаешь? Вы трогали что-нибудь? Я могла к чему-то прикоснуться. Я могла прикоснуться, чтобы выяснить, что это случилось с мистером Крузом. А, конечно, вы... Почему так мы все дети не могли скомпрометировать доказательства? Ну, тем не менее. Что вы сделали после восстановления... Я пустила сервис в стабиль, вот тут я и позвонила в полицию. А вы помнили, что вы сказали оператору? Ну, конкретно зло. Нет, я была напугана, я не... Вы сказали, там человек мертв, его убили. Ну, да, это возможно. Почему вы были уверены, что он мертв? Давай скажем, что да. Короче, мистера Круза угрожали убийством. А, я не знаю, к клиенте мистер Круза, тот послал ему записку. А, да, мы нашли это, но клиент, который будет отрывать, живет в Техасе, так что он никак не мог убить мистера Круза. Вообще-то, я думаю, он мог остановиться в отрыве. Увидели его? Нет. Нет, в номере 504 есть гость, который, кажется, путешествует один, но, вы помните, есть три плюшевых мишки. Мистер Круз потирал троих детей во время пожара, и эти медведи слегка обгорели, так что... Интересный вывод, я над этим подумаю. Откуда вообще знать о смерти? Мистер, об угрозах смерти. Блин, давай расскажу, что я шныряла кругом, ну, потому что там есть снимки, как я шныряю кругом. Да, то есть, я думаю, стоит признаться. Мы нашли фотографии, о которых вы шныряете. Вот, видишь? Я бы сейчас сорвала, а он бы сказал, ах ты врушка-пердушка. А теперь, если не хотите, чтобы я расцвалась за нарушение кондиционной инвестиции, я предлагаю вам рассказать все, что вы знаете. Хорошо. Я все расскажу, мне ничего скрывать. А тогда, знаешь, коллег, мы узнали, что жертва подралась к гостям по имени Мистер Спейт. Что вы можете рассказать о нем? Некоторые времена Пал провел в психиатрической клинике, но надо рассказать. После войны? Ну, он так и лег с Роман Мистер Крисой, и они ему очень купли. Да, я знаю все об этом. Мы позвонили туда, и он нарисовал портрет. Вы когда-нибудь видели, чтобы он делал себя странно в отеле Элизео проделал? Нет, я... Все маленькие посуды, не так ли? Кажется, он был одержимый, чтобы умереть ее мужа? Достаточно одержимый, чтобы умереть ее мужа? Нет, недостаточно. Мы все, если навязчиво видеть, я, например, одержим изменитостей, журналов, сплетен. Кажется, вы не понимаете, мисс Ройт. Мистер Спейд не такой, как мы с вами. Он может быть похож на нас, но это не так. Он опасен, и его нужно убрать с улицы. Так что скажите мне, вы когда-нибудь видели, чтобы он был жестоким или агрессивным? Нет. Отрицать. Отрицаю. Нет, я не видел. Я не извиняюсь, что не могу вам помочь. О, я верю, что да, но мы еще не закончили мисс Ройт. Марсела Круз, видимо, она очень спешила оставить это утро. А что вы можете рассказать об этом? Блин, не знаю, рассказать нет. Так он, наверное, тогда на нее повесит. Блин, ну как будто бы надо все рассказывать, знаешь. Не знаю, я не... Мне кажется, он меня подловит. Мне кажется, он меня подловит. Хотя, вроде все закрыла. Ну, не знаю, в прошлый раз, когда я врала в этой игре, мне это на пользу не пошло. Но мне, по сути, что? Мне надо увести от себя, да? Ну ладно, давай расскажем, что она была романом. Но это не то, что вы думаете. Она была в любовь с другими женщинами с колледжами. Они были в разлуке более 10 лет. И теперь... Да, да, я знаю все о сексуальных мошенниками с хрустами и с бомондами. А вы когда-нибудь борьбались с этим, как они совершают моральные поступки? Что вы имеете в виду? Я спрашиваю, видели ли вы, чтобы они, ну, знаете, занимались этим... Нет, никогда. Как они обсуждали свои девичьи пути перед сыном миссис Бомонд? Какой эффект такое извращение может оказать на маленького ребенка? Нет, я не слышала ничего. Вы слышали, как они выражали свою неность к мужчинам? Вы слышали, как они плохо отзывали о мистер Крузе? Нет! Нет, я никогда не слышала ничего из этого. Мне жаль, мистер. Я не верю вам. Да пошел ты нахер! Вы знаете больше, чем говорите. Пожалуйста, я могу уйти? Вы можете. Но вам лучше остаться в городе. Блин, вот я трепло. Я уверена, что у меня будет еще много вопросов в ком. Блин, все растрепало. Блин, вот я треплешница просто. Сдала всех с потрохами. Но, с другой стороны, мне надо было, чтобы меня не посадили. Чтобы мы, ну, с Эндрюль-то все-таки у нас что-то там было. Блин, ну... Я думаю, я правильно, что не соврала по поводу... Этих... Что я там за всеми швырялась, да? Потому что, ну, фоточки-то остались. Фоточки-то остались. Причем, что... Это было на удивление бодро по телефону. Это не может быть хорошим знаком. Думаю, я скоро узнаю. Мне надо к Бернарду идти? Пойдем узнаем, что же Бернард хочет. Атмосфера такая другая здесь. Ну, что-то тут... Ой. А что это тут? А, без Южи на концу месяца... ...тое ли вообще-то часть здания? Ну, блин, не хочет. Мне нужно, говорит, швабр, что... Она не хочет проходить, прикинь. Ну, давай. Вспомним старые добрые времена. Сейчас все почистим, помоем тут. А зачем сюда? Просто... Хочешь все помыть, да? Ну, ладно, пойдем. Эх, да, жаль, конечно. Это выдупрекан. Так, все, все помыло. Так, что он от меня хочет... Эндрю, Эндрю, эй, в порядке? В порядке? Эм... Просто уволим. Ну... Это окей. Это все хорошо. Мне просто нужны, наверное, чтобы обдумать это... Я бы думала, не за ним, если я хочу подсоединиться к мне после этого. Да, да, хорошо. Но у меня это сто процентов. Волит тоже. За что ты, Эндрю, ты уволил? Ты... Чё, пушил, блин? А, Мизрой. А, Мизрой, обходите. Ну, сейчас тоже меня уволят. Я полагаю, вы знаете, почему вы здесь? Ну, вообще-то нет. Ваш звонок был какой-то там... Да, ну, предпочитаю вести разговоры лично. В последнее время от нас много пишут в прессе, и не в хорошем смысле. Я не ожидал, что вы поймете, в каком положении, но, уверяю вас, это отдельно довольно неудобно. Чё там? И все, благодаря каким-то сексуальным взращением и психом. Теперь для меня очевидно, что я не был достаточно тверд. Для гостей такого мораль, чтобы спокойно забронирать здесь несколько начистошь, это ужасный пастух. Но вот, не все нужно изменить. Это означает повышение наших стандартов до максимум возможного уровня, и это начинается с людей работающих здесь. Это начинается с вас. С меня? Да. Судя по тому, что я слышала в последнее время, ты была весьма любовь и гордочная, чистая номера, довольная из гостей. Я делала мою работу, сервис поссор. Я верю. Посмотрите на будущее, но сейчас тебе будет разрешено продолжать работать. Спасибо. Я закончил. Я закончил. Полиция разрешила расследование и стрелила беспорядок на пятом хаже. Я хочу, чтобы ты это почистила. Вы хотите, чтобы я вернулся сюда? Да, почему нет? Я нашла труп на этом этаже. Я не вернусь туда. Я сделала это просто на дес. Если ты не делаешь это, я тебя уволю. Блин, уволиться или пойти почистить? Да пошел ты в жопу, можешь меня уволить. Вы не можете меня уволить, потому что я сама ухожу. Конечно. Я тебя увольняю, ты увольняешься, мне все равно. Я тебя увольняю, ты мне все равно. Я тебя увольняю, ты мне все равно. Просто не забудьте убить свой шкафчик до конца месяца. Добьем. Вот все. Пошел в жопу, мудак, тупой. Вольтон меня, сама уволилась. Еще мы будем с Эндрю, сейчас нормальный. Мы сейчас свой отель с ним построим. Откроем свой отель, и все будет у нас прекрасно. Что за неделька? Не говори. Что Бернон хотел у тебя? Ой. Он вел себя как придурок, так что я уволилась. Ты что? Я уволилась. Я подумала, нет смысла оставаться, если ты уезжаешь. Я польщен, но в этом действительно не было необходимости. Я думаю, так будет лучше. Бернард сказал, почему он тебя уволил. Что ж, я рассказал ему о своем пребывании в психиатрической больнице. Серьезно? Да. Он сказал, что это не соответствует стандартном отеле, и показал мне дверь. Что тебя ждет? Я знаю, ты подпрыгнешь назад. Да не будет он подпрыгивать назад. Что же ты будешь делать дальше? Я думаю, что был бы хотеть своим собственным боссом. Бернард больше не будет заглядывать в мою сторону. Я уже давно мечтаю, может быть, открыть книжный магазин. Я скажу, что не удивлена. Это так логично. Я смогу совпадить две вещи, которые я люблю больше всего, чтение книг и помощь. Конечно, помощь людям в поиске книг, это далеко не помощь в поиске Бога, но... Мама говорила, что нет работы слишком маленькой. Плюс, судя по тому, как ты об этом говоришь, очевидно, это сделал тебя счастлив. И за то, что ты хочешь на самом деле, я думаю. Да, ты права. Спасибо. Я реально рад, что я встретил, что ты повел в свою жизнь. Я тоже. Все, сосица давайте. О, май гад. Кинай кис. Ты что спрашиваешь-то просто? Сосом бы его все. Ну, хорошо. Могу я? О, боже, о, боже. Наконец-то. Мы ради этого и игра. Боже мой. Ну, ладно, давайте. Давайте будем. Ой, гай гейми, милочки. Наконец-то. Мы ради этого-то всю игру играли. Это было... Да, это было. Хихика, че-то хик это, хихика это. Так. Дали достижение кис-кис-кис. Как вы думаете, что произойдет с нашим гостином? Я думаю, он психическом заболеет. Да, мне неинтересно. Что ты думаешь, что произошло с ним? С кем? Ну, извини, а... Мои мысли иногда блаждают. Я имею в виду Пола, Анну, Марселла. Как думаешь, их освободят? Что ты думаешь? Я не знаю. Я бы хотела, чтобы у них был счастливый конец, но я не уверена, что это такая история. Я... Я думаю, Пол станет знаменитым фотографом. Он обзойдет собственной студии и ухажает ее как в ванную комнату. А для Анны и Марселла они съехались вместе, но продолжают оставляться друг в другу норы в вентиляционных... Ой, ну эти, записки. Так, нравится забава. Мне нравится это. Мы же в этом сажим. Может, я напишу. Ну, видимо, вот так вот наша история и закончится. Я на самом деле не... А, вот сейчас, наверное, и узнаю, насколько у меня плохая... Это... Насколько у меня плохая концовка вышла. Три заговорника, обвиненные по делу... Блин, их арестов... Теперь их арестовали все-таки, а не этого... Это пол. Блин, ну это не хорошая концовка, я считаю. Ну, это вот Линдси, да. Франклин. По которому он... Которого он любил. Блин. А кто вот виновник-то? Я не знаю. Ну, вон этих двух тоже посадили. Ребенка, наверное, в детдом. Ну, я так и не поняла, кто убийца на самом деле. Непонятно. Ну, вот, да, мальчишка. Вот его забирают, собачек. Ну, это не гуд-концовка. Я... О, открыли отель. Только VIP. VIP-only. Такой говнюк, конечно, этот чел. Этот, Бернард. Софи-чойс. Final notice. Чё это такое? Чё-то пишу там. О, май гад. Ну, я не знаю, реально. Я, короче, почитаю, потом узнаю, какая у меня концовка. Я вам прям сейчас сразу, наверное, расскажу. Насколько я понимаю, там прям много концовок разных. И они очень сильно зависят от того, что я выкидываю, а что я не выкидываю. То есть там прям надо... Надо прям очень хорошо постараться всё выкинуть. Ну, в общем, у нас с тобой получается не очень хорошая концовка. Я там не совсем правильно ответила на вопросы. Там где-то надо было всё-таки приврать, где-то сказать правду. Ну, где-то я правильно ответила, где-то нет. И, насколько я понимаю, там у нас и разгадывается эта тайна. У нас с тобой, как бы, это считается плохой финал, но я считаю, он неплохой, потому что... Ну, ладно. Для Софии он не очень плохой, потому что мы в итоге встретили свою любовь. Но это можно было и так сделать. Ну, короче, ладно. Блин, игрушка топ. Мне очень понравилось. Надеюсь, что вам тоже. Пишите, пожалуйста, в комментариях, как вы думаете, кто же всё-таки убийца. Вот. Вам спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok